Доброго времени суток, дамы и господа! Меня зовут Хальди, и мы с вами продолжаем играть в игру Never-Ending Nightmares. И на этот раз мы проснулись не в своем доме, а в психиатрической лечебнице. Я, в принципе, бы не удивилась, если бы это было место проживания нашего главного героя Томаса, учитывая то, какие сны ему снятся. Давайте что-либо ходить и посмотрим, что нас ждет там. Так, мы можем заглянуть в комнату, да? А, нет, это скорее мы можем открыть ее и сойти обратно. Но обратно нам не надо. Так, 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 так. Давайте заглядывать в каждую. А, это мы в оконце можем заглянуть. Так, тут кто-то царапал или что-то делал. Клетка номер два. Ну, какой я вывод могу сделать из предыдущих частей? То есть, в частности, там вот этот... Что мне страшно долго смотреть в окно. То, что в одном из первых снов герой выдрал себе велу. В другом сне он воткнул себе нож в бок. Такое чувство, что он ощущает какую-то вину за то, что произошло с его сестрой. И таким образом наказывает себя в своих снах. Вот я уверена, что если долго смотреть, а что-нибудь появится, ну, у меня нервы не выдержат. Так, отделение. В общем, крыло с охранниками. Закрыто, да? Нам ключик надо будет искать. Хорошо. Хотя в подвал психбольницы это последнее место, куда бы мне хотелось пойти. Так, и там еще одно крыло с пациентами. Воу. Тут кто-то был особенно буйный. Так, это что такое? Сломанная кровать? Хонюшки. Господи, почему ты оставил меня? Та же самая надпись, которую написали мы на стене около своего трупа. Точнее, наш труп написал перед тем, как стать трупом. Вот я знала, я знала. Я знала. Что кто-нибудь из них будет буйным. Я надеюсь, он не выйдет оттуда. По крайней мере, пока я здесь. Так, медицинское отделение. Так, а можем нам какое-нибудь успокоительное или снотворное, чтобы заснуть и проснуться в каком-нибудь другом сне? Так, гидротерапия. И что? Блок А. Так, а там какая-то... Давайте глянем, что за гидротерапия такая. А, ванночка. Ну да, это различные методы лечения человека водой. Всякие там ванны, водяные массажи. Ну, если на время действия действительно где-то конец 19-го, самое-самое начало 20-го века, по идее, мы просто должны где-то увидеть что-нибудь электрошоковое. Ты ничего не хочешь сказать по поводу крови на стене? Так, заглядываем аккуратно. Понятно. По крайней мере, тут нам пока не дают возможности прятаться. Наверное, нет кого, я надеюсь. Так, это что такое? Это впереди или за... То, что же у тебя за больное подсознательное? Кто нас зовет? Сестра? Сестра не до тебя сейчас. Каталка кого-то переехала. Блок Бэй Секьюрити. Еще одна охранка. А, эта охранка открыта. Так, кто-нибудь видел ключ от первой охранки? Ну, хорошо, давайте спускаться. Блин, ну я просто завидую ему Покерфейсу, с которым он ходит 99% времени, пока не увидит свою сестру в том или ином облике. Так. Мы, наверное, ищем все-таки ключ. У меня вот эти кровавые... Это сзади был звук. Так. Это мы оставим... Я дура. Это мы... Это мы оставляем эти следы. Извини, Том, я не обратила внимания. Черт. А если нас по этим следам потом начнут искать? Том, давай ты как-нибудь... Блин, 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 блин. Том, мне как-то нельзя было обойти. Давайте смотреть под ноги. Вот. Может быть, там какие-нибудь бинты будут? Пожалуйста. Так, все у нас вроде перестало кровить. По-моему, там что-то, по крайней мере, на первое, относительно осмысленное написано. Но не уверена. Так, storage. Это что? Это склад, по-моему. Кто-то опять орыдает. Да, это склад. Склад. Ключа по-прежнему нету. А за той дверью в луну рыдает девушка. Так. Так, это чьи-то опять кровавые следы. Должен кто-то наступил неудачно. Коридоры один на другой похожи. Думаю, уже, наверное, в каком-то блоке С. И что это за открытая дверка для... А, пока. А! Вот это поворот. А что нам с этим буйным надо было делать? На что, к самому началу откатило? Ой. Нет, мы вышли из соседней камеры. Ну, хорошо. Вот он сейчас. Тут где-то, да? Мы сможем зайти обратно? А как нам его обойти? Нет, стойте. А как нам его обойти? Обижать не получится. Он очень бридкий. Он нас замечает. Давайте присмотримся. Может быть, у него глаз нету? Или ушей? Нет, вот он нас заметил, по-моему, да? Или он, как и те младенцы, как-то ходит, и мы можем проскочить мимо него? Может, он не двигаться? Тогда у нас не заметит. Он слепой. То есть, если мы не будем топать громко, все, иди отсюда. Надеюсь, у тебя с Люхом тоже беда, если мы не будем топать. Ага. Так. Так, хорошо. Или нужно идти, вот, когда он идет, чтобы наши шаги вместе с его шагами. Не-не-не-не-не. Ничего-ничего-ничего-ничего. Так, блок бит. Все, пока. Так, понятно, хорошо. Это я тогда побежала от него, он услышал и догнал. С этим все понятно. Главное, не бояться. В смысле, бояться можно, а бегать нельзя. Все понятно. Замечательно. Чего лечит отрезанная рука? Я бы с удовольствием проснулась. Ты даже не поверишь, с каким. Ладно, ты у нас нет экспорты. Читать по крови не умеешь. И мы еще глубже можем уйти, да? Тут прохода нет. Какие-то матрасы. Мы пойдем глубже. Ну, как хорошо, что у нас сохранение идет в крайних камерах, а не в самом начале. Или даже убиться можно было бы, пока мы дошли до этого ненормального, слепого. И тут прямо все сны связаны с какими-то увечьями. Оторванные руки, слепые, с выколотыми глазами. Мы, которые убиваем сами себя. Я опять слышу этого слепого. У чувака какая-то ненормальная подсознательное стремление причинить боль. Все нормально. Эй! Если из-за тебя нас сейчас спалят, Стопа, он не может нас схватить. Может быть, нам лучше отойти вот на отделение назад. Я чуть не доверяю этой камере. Камере я не буду туда заглядывать. Ой, 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 ой. Тут их несколько, что ли? А, нет, он ходит по диагонали. Окей. И он какой-то гигантский. Мы ни в кого не влетим сейчас. Нет. Надеюсь, может быть, в той руке был ключ какой-нибудь или еще. Надо было, наверное, все-таки посмотреть. Ну, убили бы нас и убили. Что нам? Мы сами себя в конце каждого сна убиваем. Так, отлично. Рука на подносе. Или что это? Да, это рука. Кухня. Так, и две двери. О, чеснок. Жалко, тут не вампиры. Может быть... Ооо. Какое больное у тебя подсознание, чувак. Все черно-белое и красное. Так, здесь ничего нету, да? Находим. Я опять их слышу. Ну, отлично. Нет, пока они слепые, я готова с ними... Ага. Это если мы сейчас наступим на эти осколки, они могут услышать нас по вскрику. Так, идем аккуратно, Том. Или, может, учуют запах крови. А может, надо заглядывать в эти... камеры. Давайте заглянем. О, нет, не буду. Я передумала. Нет, они будут установиться больше. Да? С каждым разом. Вот эта камера типа той, откуда высовывалась рука. Давайте, может быть, можно заглянуть в этот проход? В смысле, в это отверстие. По-быстрому. Все, заглянул. Нет? Отлично. Уходим. Так, 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 так. Где следующий? И смотрим на пол. Так, а ты по какой траектории ходишь? Ой-ой-ой, это еще не дошел. Так, понятно. Он каким-то как зигзагом. Так, как нам его обойти? Нет, 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 нельзя. Не можно было. А, это он на обратном пути идет вниз. Все, понятно. Давай. Так, мы пришли опять блок А. Дверь открылась. Она же вроде была заперта. Или это вообще что-то другое? Это что-то другое. Это что-то, 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 что-то другое. Нет, надо было... Я потом обязательно пересмотрю запись. По-моему, эти больные становятся с каждым разом все выше и выше. Так вот, только вот такого смеха нам не хватает. Никого не слышно пока что. Оу. Я поняла, чем ниже опускаемся, тем больше крови в клетках. в смысле в камерах. Вайкап. Проснись. Да я же сказала, что я с удовольствием. Душевые. Из душевых небось кровь льется, да? Если их включить. Ай, я пророк. Никаких надписей, ничего. Ты сказать тоже ничего не хочешь, да? Хорошо, что хоть ты не замарался там кровью. чтобы опять шли и следили. Но, старые, знакомые. А, нет. Это еще что такое? Это все те, кто не смог пройти мимо него. Уютно. Так, значит, нам что нужно делать? Нам надо подойти вплотную к этой куче трупов обезглавленных. И он, по-моему, проходит по низу, да? Где-то тут. Давайте посмотрим еще раз. Вот он идет, идет, идет. Да, он там, он даже не подходит туда. То есть, мы просто остановимся, пережидаем. Господи. Давай, Том, прижмись к трупам. Я понимаю, это неприятно. Все, пошли, 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 пошли отсюда. Кровь из окна. К черту, к черту. Кто-то, кого-то убили костылем. Так, а как мимо него пройти? Так, еще раз. Ну, вот я предполагаю, что можно встать вот в этот уголок под газовой лампой. Если он хотя бы немного проходит оттуда влево, мы могли бы проскочить. Но, по-моему, как раз под ней останавливается. Или как-то за ним прямиком идти там. Да, тут не обогнешь его. Значит, идем прямиком за ним. И вот тут можно будет встать сейчас, да? Вот так. Хорошо. Хорошо. И мы еще и, походу, ломотомию делали, если бы пошел. Ну, разработчики молодцы, конечно. Они, наверное, предугадали, что там не будет никто рассматривать этих пациентов. Первый раз, когда увидят, что там у них глаз нет, еще чего-то нет, и там побегут куда-нибудь. А эти, как только ты бежишь, они тебя слышат и потрошат. В общем, с ними было не так очевидно, как с этими младенцами. И надеюсь, если нас грохнут, мы проснемся в какой-нибудь чистой комнате, а не в такой... Подозрительно тихо. Не то, чтобы я жаловалась, но это... Нет, я кого-то слышу, по-моему. Что? Что, Кэпи? Или как там тебя? Окей. Уходим. И мы опять пришли сюда же, к клетке. Или это какое-то другое закрытое пространство. Черт его знает. Я, кстати, когда начала записывать эту серию, посмотрела, что там можно выбрать. Там можно начать игру заново, продолжить с сохраненного момента, и есть опция выбрать кошмар. И там каждый из этих уровней, он подписан. Первый уровень... Уровень? Уровень называется Кошмар начинается. Второй я... Там, где наша сестра... Everything is gone, наверное. Второй я забыла, как... Третий называется The Lost Baby. Потерянный ребенок. Вот они не зря, вот эти гиганты, напоминали мне каких-то детей огромных. А этот уровень называется Безумие. Так что я не удивлюсь, если мы будем ходить по кругу, а тут все время будет что-то меняться. Так, ты случайно не наш первый товарищ? Нет, вряд ли. Ты у нас как ходишь? Ты у нас мало вообще ходишь. Нет, кровати в правом углу. О-о-о-о! Я совсем забыла смотреть под ноги. Ну, по крайней мере, мы проснулись в чистой камере. Все, 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 все. Я балдаю, я балдаю. Сама же говорила, когда в прошлый раз мы видели эти осколки, что если мы вскрикнем, нас могут запалить. И сама же наступила на них. Теперь мы знаем точно. Поэтому делаем вид, что это не мой промах, а это такой научный эксперимент. поскольку коридоры эти одинаковые. Да-да-да, нас тут же выкинуло. Хорошо. Сейчас надо обойти это. Вот у нас эта кровать. А как я их обойду? Стоп. Это, кажется, нужно будет пробежаться сейчас, потому что смотрите, они и везде. Значит, надо ждем, пока он уходит и спринтуем. Так, он на максимальную длину уходит куда. Все, пока. Эй, эй! Это уже интересно. Замечательно. Мы попали в другой кошмар, точнее мы по-прежнему находимся в этой больнице, мы нашли нашу сестру, но она не признается, что она наша сестра, точнее она отрицает это, говорит, что мы ошибаемся и нам следует называть ее никак иначе, как миссис Смит. Том спросила, почему я здесь нахожусь, а она сказала, а ты как думаешь? В общем, да, с нами логично оказаться вместе, вроде этого. В общем, я предлагаю на этом закончить данную серию, спасибо, что были со мной. Мы пережили наши первые смерти и в следующей серии мы, очевидно, продолжим играть роль больного. Нам, кстати, после Кошмара Безумия, там появляется первая сюжетная вилка. Я сейчас гляну, мне даже интересно, куда мы попали и как это вообще, по-моему, нам никакого выбора особо и не предоставляли по ходу игры. Но так или иначе, мы все это узнаем уже в следующей серии. А пока что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok